Всем привет! С вами Сергей Проект ПО и я сегодня хочу поговорить о книге от Дугласа Престона и Линкольда Чайлда «Кабинет Дикоин». У него такое оформление серийное, хоть оно и выходит в серии «The Big Book» у азбуки, но мы знаем, что это цикл книг о приключениях агента Пендергаста. Помните, я вам уже рассказывал про первую книгу «Реликты, реликвари»? Так вот, наконец-то вышла третья книга. Почему я говорю «наконец-то»? Потому что сначала они издали пятую, шестую, седьмую и последующие книги, и вот вернулись к третьей. Прочитал и хочу с вами поделиться мнением. Итак, книга о приключениях агента Пендергаста. Я жаловался в прошлых книгах, когда про них рассказывал, о том, что очень мало я узнаю про главного героя. То есть там есть Элоизи Пендергаст, федеральный агент безопасности, и когда он ведет расследование, мы ничего не знаем про него самого. Кем он был, откуда он появился, почему не такие полномочия, почему он может выбирать дело, которое он расследует. Здесь, в этой книге, мы все больше и больше узнаем о нем самом. Мы узнаем о его семье, мы узнаем о его бабушке и прочих персонажей из его жизни. В этом плане книжка немного отличается от первого-второго тома. Но в чем она не отличается? Это в том умении авторов держать сюжет, держать напряжение. И очень классно читалось, очень быстро читалось, потому что сюжет такой захватывающий, были интересные повороты. Сейчас расскажу поподробнее. Итак, в Нью-Йорке производится стройка одного из небоскребов, и во время того, как рыли котлован, случайно делают дырку в земле и попадают в пещеры. В этих пещерах, а точнее в склепах даже, обнаруживают тела 36 убитых людей. Но убитых так давно, больше ста лет назад. Что, естественно, уже даже не заводится там никакое уголовное дело и так далее, потому что нереально найти ни убийцу, не собственно, нет смысла находить убийцу, сто лет прошло. Но у всех жертв была интересная особенность. У них у всех была сделана хирургическая операция на копчике. Ну, я так понял, что это копчик, то есть это на нижней части позвоночника. И вот довольно странные события. И почему-то этим делом заинтересовался Пендергаст. Он приезжает туда, пытается расследовать, но строительство небоскреба гораздо важнее, так как это не признается археологической ценностью. Все равно стройка продолжается, и тела делаются за хранение, и туда тела все сбрасываются. Собственно, улик никаких нет. Вроде бы казалось, можно клюнуть на это дело, но не тут-то было. Удается достать какую-то частицу от платьица одной из жертв, где будет подсказка, с помощью которой можно вести дальнейшее расследование. Но самое интересное, начинает происходить в наше время, появляется, газеты его так называют, имитатор, хирург, который также начинает убивать жертв и удалять у них нижнюю часть позвоночника. Зачем он это делает? Почему? Почему он пародирует или имитирует или вообще кто это и с чем это связано? Обо всем этом рассказывается в книге. Как обычно, очень интересные поворотные сюжеты, очень интересно рассказывают авторы про всякие исторические факты, про анализ, как искать информацию там и так далее. Ну, не зря все-таки авторы работали в библиотеках и так далее. Поэтому захватывающий сюжет, много интересных фактов узнаешь, читается очень интересно. Цикл очень интересный, я буду ждать и надеяться, что выйдет четвертая книга. Четвертая книга называется «Натюрморт с воронами». Дождемся ее и прочитаем. А пока читайте хорошие книги. С вами был Сергей, проект По. Пока!